Здравствуйте! Меня зовут Кейден. В жизни мы часто встречаем людей, которые лучше нас. Когда все восхищаются ими, мы завидуем и хотим превзойти их, а когда не получается, мы становимся негативными. Как нам решить эту проблему, если столкнемся с ней? Я нашел ответ на этот вопрос в статье под названием «Когда стремление к статусу поднимает голову?» В июле 2020 года мы с Джидзянем и Мусинь занимались поливом. Они только начинали учиться, и я помогала им поскорее усвоить принципы и ознакомиться с работой. А они спрашивали меня, когда что-то было непонятно. Спустя некоторое время я заметила, что у них есть сильные стороны. Джидзянь с хорошим уровнем быстро усваивал принципы. И Мусинь была очень способной, действительно эффективной и хорошо организованной. Получив новое задание, они быстро находили Божьи слова для разрешения трудностей новообращенных. Мне казалось, что я меркну в сравнении с ними. Я работала не так эффективно и не так быстро соображала, как они. Мне приходилось долго размышлять над проблемами новичков. Мне казалось, что я все делаю с большим трудом, чем они. Позже, освоившись в работе, они постепенно стали играть центральную роль. Как-то раз мы отвечали на вопросы работников полива. И из-за того, что я еще не закончил работу, Мусинь говорила, «Не переживай, на простые вопросы мы можем ответить сразу». От этих слов мне стало неловко. Может, они боялись, что из-за меня затянется обсуждение вопросов? Я сильно расстроилась, как никогда прежде. Я даже возмутилась. Почему мой уровень так низок? Я не обладаю гибким умом? В отличие от них, я не так молода и умна. Не буду ли я теперь наименее способной? Что они обо мне подумают? Они могут сказать, что после долгой работы полива мой уровень ниже, чем их сразу после обучения. Это было бы так неловко. Не желая, чтобы они так думали, я работала скрытно, уделяла больше времени встречам с новичками, старалась обдумывать их проблемы и находить Божьи слова. Мне даже казалось, что стирка и еда – это пустая трата времени. Я много молилась Богу и просила Его помочь мне эффективнее исполнять долг. Однако, сколько бы я ни трудилась, моя эффективность только падала. Я утратила стремление выполнять долг и стала перекладывать проблемы на напарников. Я решила, что, имея низкий уровень, буду браться за то, что по силам. Я стала очень пассивной в выполнении обязанностей и перестала замечать проблемы в работе. Видя, что я не в лучшем состоянии, напарники предложили побеседовать, но я не воспринимала беседу. Я не могла изменить свое состояние и вовремя решать проблемы, что сказывалось на результатах моей работы полива. Узнав об этом, лидер побеседовала со мной. Она сказала, что дело не в уровне, а в моем стремлении к статусу и что нужно изменить состояние, чтобы оно не мешало работе. Я поняла, что нахожусь не в лучшем состоянии, безответственно отношусь к долгу и не могу решать проблемы, как раньше. Я не чувствовала просвещение Святого Духа, была оцепеневшей. Господь Иисус сказал, «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Должно быть, я делала то, что не соответствовало Божьей воле. Я немного испугалась и помолилась. «Боже, я совсем не чувствую Твоего водительства. Пожалуйста, направь меня. Позволь проанализировать себя, чтобы изменить свое неверное состояние». Позже я нашла отрывок, имеющий отношение к моему состоянию. Бог говорит, «Господь Иисус однажды сказал, «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». «А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Каков смысл этих слов? Смысл их таков. Если ты даже не выполняешь своего долга или своей работы и не посвящаешь себя им, Бог отнимет то, что когда-то было Твоим. Что значит «отнимет»? Как это ощущает человек? Например, ты не смог добиться результатов, соответствующих Твоему духовному росту и Твоим талантам. Но ты этого не чувствуешь и ничем не отличаешься от язычника. Вот каково это, когда Бог отнимает у тебя все. Если ты нерадиво исполняешь свой долг, не идешь на жертвы, и если ты неискренен, Бог отнимет то, что когда-то было Твоим. Он отнимет у тебя право исполнять долг. Он не предоставит тебе этого права. Если твой долг постоянно кажется тебе бессмысленным, если у тебя есть такое чувство, что ты ничего не изменишь, и ты не в силах выносить какой-либо вклад, если ты никогда не получаешь просвещение, и кажется, что ты лишен нужной для работы смышленности и мудрости, то значит у тебя проблема. Это свидетельствует о том, что, исполняя свой долг, ты идешь неверным путем, и твои намерения неправильны. Бог не одобряет твоей работы, а твое состояние ненормальное. Тебе следует задуматься, почему у меня нет пути исполнения долга. Я обучался, и мои обязанности совпадают со сферой моей компетентности. Более того, я неплохой специалист. Почему же, когда я пытаюсь применять свои знания, то ничего не получается? Почему я не умею извлекать из них пользу? Что происходит? Так просто случайно вышло? Здесь у тебя проблема. Когда Бог благословляет кого-нибудь, такой человек обретает ум и мудрость. Он ясно разбирается во всех вопросах, а также становится проницательным, внимательным и очень умелым. Во всех делах у него будут нужные навыки и энтузиазм. И всякая работа будет казаться ему легкой, а любые трудности устранимыми. Бог благословил его. Если кому-то все кажется очень трудным, если он неуклюж, нелеп и не разбирается в работе и не понимает ее, что бы ему ни говорили, то что это значит? Это значит, что он лишен Божьего водительства и не имеет Божьего благословения. Некоторые говорят, «Я прилагал старания, так почему же я не вижу Божьих благословений? Если ты стараешься и работаешь, не щадя сил, но не стремишься поступать в соответствии с принципами, значит, ты исполняешь свой долг чисто механически. Как же тебе увидеть Божьи благословения? Если ты всегда небрежен в исполнении долга и никогда не проявляешь добросовестности, то Святой Дух не даст тебе просвещения и озарения. И у тебя не будет Божьего водительства и Его работы, а твои дела не принесут плодов». Очень сложно хорошо исполнять долг или хорошо решать проблемы, если полагаться на человеческие силы и знания. Каждый считает, что кое в чем разбирается и имеет кое-какие знания, но выполняет работу плохо. Ничего у него не ладится, и он становится объектом критики и насмешек. Это проблема. Есть люди, явно мало в чем разбирающиеся, но сами они считают, что имеют знания и никому не подчиняются. Это связано с проблемой в природе человека. Прочитав отрывок, я запаниковала. В последнее время все было утомительным для меня. Я не замечала грехов в своей работе. Была беспомощна перед проблемами, которые раньше решала. Поскольку впала в состояние мятежности, и Бог скрывал от меня свой лик. Я стала очень бесчувственной и глупой. Я довольно долго поливала новообращенных, понимала некоторые истины и постигла некоторые принципы. Со временем я должна была работать лучше. Но я все хуже справлялась с обязанностями. Не чувствовала водительства Святого Духа, и мое отношение к долгу было отвратительно Богу. В словах Бога я могла видеть Его праведность. Он благословляет или отнимает что-то, исходя из принципов. Когда люди вкладывают сердце и все свои силы в свой долг, и их мотивация угодить Богу, то они обретают работу Святого Духа. Они могут обнаруживать проблемы в выполнении своего долга и умеют решать их. Они все лучше справляются с долгом. Если люди думают лишь о статусе, им будет очень трудно обрести работу Святого Духа. В таком случае они становятся глупыми и не могут проявлять сильные стороны, как раньше. Так невозможно хорошо выполнять долг. Я проанализировала свое состояние. Начав работать с двумя напарниками, на первых порах я чувствовала бремя и помогала им скорее освоить работу. Но обнаружив, что они быстро преуспевают и во всем превосходят меня, я боялась потерять свою роль и поэтому пошла по неверному пути. Желая скрыть свои невысокие результаты, я упорно работала, засиживаясь допоздна. Чтобы стать эффективной в поливе, я уделяла больше времени собраниям с новичками. Но как бы усердно я не трудилась, я все равно добивалась меньшего, чем они. Всю энергию я вкладывала в соперничество с напарниками. Я даже просила Бога помочь добиться большего в работе и сохранить лицо. Я была так неразумна. Я использовала Бога, как это вообще можно назвать выполнением долга. Меня терзало раскаяние, и я стала молиться. О Боже! Я не выполняла свой долг надлежащим образом. Я препятствовала работе полива. Я хочу покаяться перед Тобой. Позже я прочитала отрывок, который был для меня поучителен. Можешь ли ты хорошо выполнять свой долг, зависит не от твоих способностей, высоты твоего уровня, твоих человеческих качеств, умений или навыков. Все зависит от того, принимаешь ли ты истину и способен ли ты притворять ее в жизнь. Если ты способен притворять истину в жизнь и справедливо относиться к другим, ты можешь наладить гармоничное сотрудничество с людьми. Ключ к умению хорошо выполнять долг и налаживать гармоничное сотрудничество с другими заключается в способности принимать истину и повиноваться ей. Прослушав проповедь, любящие истину и умеющие ее практиковать признают ее правильность. В реальной жизни, имея дело с людьми, событиями и явлениями, они будут применять эти истины. Они будут притворять истину в жизнь, она станет их личной реальностью и частью их личной жизни. Она станет нормами и принципами, согласно которым они ведут себя и действуют. Она станет тем, что они демонстрируют и воплощают в жизни. Слушая проповедь, нелюбящие истину тоже признают ее правильность и будут считать, что все понимают. Они зафиксировали доктрины в своем сердце. Но какими принципами и правилами они пользуются, оценивая свои действия? Они всегда оценивают все, исходя из личных интересов. Они ничего не оценивают на основании истины. Они боятся, что если станут практиковать истину, то проиграют и опасаются, что другие осудят их и станут презирать, что они опозорятся. Они взвешивают все аргументы и, наконец, решают. Я буду просто защищать свое положение, репутацию и интересы. Это самое главное. Когда я добьюсь этой цели, я буду доволен. Если не добьюсь, то практика истины не принесет мне ни радости, ни удовольствия. Разве такой человек любит истину? Конечно, нет. Из Божьих слов я узнала, что надлежащее выполнение долга зависит не только лишь от уровня, талантов или возраста людей. Главное, любят ли они истину и практикуют ли ее. Если они не любят истину и не практикуют ее, а думают лишь о статусе и не поддерживают работу церкви, им будет очень трудно исполнять свой долг как надо, независимо от высоты уровня. Но я всегда считала, что тот, у кого хороший уровень, будет хорошо справляться с долгом. А люди постарше, не обладающие достаточным уровнем, не смогут преуспеть. Я не понимала истины, смотрела на все сквозь призму своих представлений. Я была такой глупой. Бог наделяет каждого разным уровнем, разными дарами и предъявляет разные требования. Церковь организовывает совместную работу, чтобы мы проявляли сильные стороны и компенсировали слабости друг друга. Тогда результаты будут хорошими. Наличие напарников с хорошим уровнем повысило бы эффективность. Мы могли бы быстрее решать вопросы. И в работе не было бы задержек. Если бы я смогла отпустить эго и учиться на сильных сторонах других, разве я не достигла бы прогресса быстрее? Мой уровень был ниже, чем у напарников, но не настолько, чтобы я не могла выполнять работу. Когда я была готова прилагать усилия и серьезно относиться к своим обязанностям, я могла видеть проблемы более ясно и решать их быстрее. Я должна была перестать стремиться к имени и статусу. После этого я стала работать над выполнением Божьих требований. Больше не соперничала с напарниками, а вкладывала душу в свой долг. Со временем мое состояние начало меняться, и работа пошла на лад. Я благодарила Бога. Я была потрясена, когда позже у меня возникла та же проблема. К нам перешли новички, недавно принявшие Божью работу последних дней. Мы с джидзянем отвечали за их полив. Хотя он не так давно выполнял работу полива, он смог найти Божьи слова, подходящие для решения их вопросов, и его беседа была доходчивой. Я решала некоторые проблемы, но не могла общаться доходчиво, как он. Его беседы нравились новообращенным больше, чем мои. Я очень сильно завидовала. Джидзянь быстро преуспел за столь короткое время, тогда как мне потребовались многие годы. Я чувствовала его превосходство. Когда я видела, что для решения своих проблем люди идут к джидзяню, я особенно завидовала. Хороший уровень имеет значение. Он получал лучший результат, затрачивая меньше усилий. Если бы у меня был его уровень, возможно, все тоже восхищались бы мной. Но мне было уже за пятьдесят, и мой уровень был низким. Несмотря на усилия, это был мой предел. Я потеряла мотивацию к выполнению долга. Когда новички задавали вопрос, я просила ответить джидзяня, сама же давала простые комментарии. Я пассивно исполняла свой долг и все больше отдалялась от Бога. Я не знала, о чем молиться и даже засыпала во время ночных молитв. Понимая, что я в опасности, я искала и размышляла. Увидев, что мой уровень низок, я стала негативно настроенной. Какой развращенный характер стоял за всем этим? Позже я прочитала Божьи слова. Пусть никто не думает о себе как о совершенном, выдающемся, благородном или отличном от других. Все это вызвано высокомерным характером и невежеством человека. Всегда думать о себе как о ком-то особенном, такие мысли рождают заносчивый характер. Неспособность принять свои недостатки и неспособность противостоять своим ошибкам и неудачам это вызвано высокомерным характером. Никогда не позволять другим быть выше тебя или лучше тебя это вызвано высокомерным характером. Никогда не допускать чтобы другие превосходили тебя или были сильнее тебя это вызвано высокомерным характером. Никогда не позволять чтобы у других были лучше по сравнению с твоими мысли предложения и взгляды, а если они у них есть, предаваться отрицательным мыслям и чувствам, избегать разговоров, огорчаться, чувствовать себя подавленным и расстраиваться – все это вызвано высокомерным характером. Божьи слова открыли мое состояние. Я впадала в негатив и отступала, когда мой уровень не соответствовал уровню напарников. Мною управлял заносчивый характер, из-за которого я не могла правильно относиться к своим слабостям и особенно не могла принять, когда другие были лучше меня. Видя, что напарники сильнее меня, занимают центральное место и получают всеобщее восхищение, я чувствовала дискомфорт и не могла смириться с этой реальностью. Хоть я признавала, что мой уровень ниже, в душе я не хотела уступать. Я продолжала конкурировать, я соперничала и сравнивала себя с ними. Когда я не могла превзойти их, я становилась негативно настроенной. Разве это не было проявлением заносчивого характера? Я была такой невежественной! Я вспомнила отрывок, в котором Бог раскрыл характер антихристов. Бог говорит, «Для Антихриста статус и престиж – это его жизнь и цель всей его жизни. Первое, о чем он думает, делая что-либо, – это, что будет с моим статусом? А с моим престижем? Предаст ли мне это престижа? Поднимет ли это мой статус в умах людей?» Это первое, о чем они думают, и это является достаточным доказательством того, что они обладают характером и сущностью антихристов. Иначе они не стали бы задумываться над такими проблемами. Можно сказать, что для антихриста статус и престиж не являются дополнительными требованиями, а уж тем более чем-то посторонним, без чего они могли бы обойтись. Они являются частью природы антихристов. Они в их нутре, в их крови, присущи им. Антихристам небезразлично, обладают ли они статусом и престижем. Отношения у них не таково. Тогда каково их отношения? Статус и престиж тесно связаны с их повседневной жизнью, с их повседневным состоянием, с тем, к чему они стремятся каждый день. Итак, для антихристов статус и престиж – это их жизнь. Независимо от того, как они живут, независимо от того, в какой среде они живут, независимо от того, какую работу они выполняют, независимо от того, к чему они стремятся, каковы их цели, каково направление их жизни, все вращается вокруг того, чтобы иметь хорошую репутацию и высокое положение. И эта цель не меняется, они никак не могут отказаться от таких вещей. Таково истинное лицо антихристов и их сущность. Отправь их в первобытный лес глубоко в горах, и все равно они не прекратят свою погоню за статусом и престижем. Ты можешь поместить их в любую группу людей, и все, о чем они смогут думать, это по-прежнему статус и престиж. Хотя антихристы также веруют в Бога, они рассматривают погоню за статусом и престижем как нечто равносильное стремлению к вере в Бога и ставят их в один ряд. То есть, идя путем веры в Бога, они также стремятся к собственному статусу и престижу. Можно сказать, что антихристы в сердце своем верят, что вера в Бога и поиск истины – это стремление к статусу и престижу. А стремление к статусу и престижу – это также стремление к истине, а получение статуса и престижа означает обретение истины и жизни. Если они чувствуют, что у них нет ни престижа, ни статуса, что никто не восхищается ими и не почитает их, и не следует за ними, то они сильно расстраиваются. Они считают, что нет смысла верить в Бога, в этом нет никакой ценности, и говорят себе. Разве такая вера в Бога не является неудачной? Разве она не безнадежна? Они часто про себя размышляют над подобными вещами. Размышляют, как им выгадать себе место в Доме Божьем, как им заполучить высокую репутацию в церкви, чтобы люди слушали, когда они говорят, и поддерживали их, когда они действуют, и следовали за ними, куда бы они ни пошли, чтобы у них был голос в церкви, репутация, чтобы они пользовались преимуществами и имели статус. Они часто размышляют о подобном. Это то, к чему стремятся такие люди. Божьи слова были для меня очень горькими и неприятными. Стремление антихристов к статусу не просто слабость. Это неприходящее стремление, которое у них в крови. Для них статус превыше всего. Он важен наравне с жизнью. Антихристы хотят места за столом и не желают быть ниже других. Только когда их все уважают, они готовы выполнять долг. Без этого они опускают руки и даже теряют интерес к вере. Чем мое поведение отличалось от поведения антихриста? Моим мотивом выполнять свой долг было уважение и оценка других. А когда мои напарники превосходили меня во всем, то тогда я переставала чувствовать бремя своего долга. Работа полива крайне важна, когда столько новичков срочно в нем нуждаются. Я должна была помогать им познать истину, понять Божью работу, чтобы укорениться на истинном пути. Но я не вкладывала в это свою душу. В моем сердце было только мое имя, и я перекладывала все на джидзяне. Я не выполняла возложенный на меня долг. Во мне не было ни капли человечности. Я не чувствовала вины за плохое выполнение долга. Мне было больно видеть, как страдает моя репутация и статус. Подсчитывая потери и выгоды, я становилась слабой и негативной. Я надеялась стать похожей на своих напарников. Чтобы все спрашивали меня о вещах, которые они не понимают. И я заняла центральное место в группе. За этим я всегда гналась и этого хотела добиться. Моей целью было уважение и восхищение других. Такая точка зрения совпадала с антихристовой, верно? Поскольку я находилась на неправильном пути, я не исполняла положенный долг. Так что даже если бы я добилась всеобщего восхищения, разве в конце концов Бог не изгнал бы меня? Осознав это, я испугалась. Я поняла, что стремясь к статусу, я иду против Бога. Мне хотелось изменить свое ошибочное стремление и перестать соперничать с другими. Я хотела выполнять положенный долг. После этого я стала искать путь практики. Я вспомнила Божьи слова. Что нужно делать, чтобы хорошо исполнять свой долг? Нужно отдавать его исполнению всю свою душу и все силы. Отдавать всю душу и силы значит направлять все свои помыслы на исполнение долга и не отвлекаться на посторонние мысли, а затем отдавать исполнению задачи свою энергию, прилагать для этого все усилия и задействовать свой уровень, таланты, сильные стороны и усвоенные знания. Если ты наделен пониманием и восприимчив, и у тебя есть хорошая идея, то нужно делиться ею с другими. Это и есть сотрудничать в гармонии. Это и есть хорошо выполнять свой долг и добиваться удовлетворительного исполнения обязанностей. Если тебе всегда хочется все брать на себя, если ты постоянно жаждешь в одиночку свершать великие дела, если хочешь, чтобы все внимание непременно уделяли тебе, а не другим, то выполняешь ли ты свой долг? Такой подход к работе называется самоуправством. Это работа на показ. Это сатанинское поведение, а не исполнение долга. Никто, какие бы ни были у него сильные стороны, дарования или особые таланты, не может выполнять всю работу в одиночку. Всем нужно учиться гармонично сотрудничать с другими, если хотят хорошо выполнять церковную работу. Вот почему гармоничное сотрудничество – это практический принцип исполнения долга. Если ты вкладываешь в работу всю душу, всю энергию и всю свою преданность и отдаешься работе без остатка, значит, ты хорошо выполняешь свой долг. Божьи слова дали мне путь практики. Уровень не имел значения. Если у меня честное сердце, и я сотрудничаю с другими, делаю все, что в моих силах, и хорошо выполняю положенную мне работу, и не хитрю, это соответствует Божьей воле. На самом деле, Бог дал нам троим разные уровни, чтобы мы дополняли друг друга. Мои напарники обладали хорошим уровнем, они проникали в суть вопросов, они компенсировали мои слабости. Мне не хватало уровня, но я была старше их, поэтому могла рассматривать вопросы всесторонне. У каждого были сильные стороны, совместная работа была бы полезной. Но я не искала истину, а сравнивала себя со своими напарниками, из-за чего не могла выполнять долг и была пассивна. Я действительно была слишком глупа. Понимая это, дальше я могла быть инициативнее при выполнении долга. Любые трудности и проблемы я обсуждала со своими напарниками. Когда меня не сдерживали ни мой уровень, ни возраст, я чувствовала себя спокойнее, выполняя долг. Когда мы, работая сообща, раскрываем сильные стороны каждого, мы можем гармонично сотрудничать. Тогда наша работа становится намного эффективнее. «Слава Богу!» Я был тронут, прочитав об опыте этой сестры. Я вспомнил, что сказал Бог. «Много вас, выполняющих долг вместе или мало, каковы бы ни были обстоятельства и время, не забывайте об одном – быть в согласии. Так вы обретете работу Святого Духа». Отказываясь от статуса и гармонично сотрудничая, мы обретаем водительство Святого Духа и добиваемся хороших результатов. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok